Альбина Богачанова Доканчивая святочными вечерами И еще, наверное, всевозможные Народно-традиционные праздники О которых мы сейчас поговорим, будут отмечаться Но вот скажите, Новый год На Древней Руси отмечались? Конечно же отмечались Но мы сейчас празднуем Старый Новый год Это как раз и был Новый год Он тоже считался Как именно встреча Нового года? Или как-то по-другому? А как же? Вот этот период встречи Нового года Назывался Васильев вечер А почему Васильев вечер? Святой Василий праздновался Причем он был покровителем свиноводов Поэтому на столе Обязательно были Либо запеченный поросенок Либо какие-то... Мясные блюда были разрешены, скажем так Ну да, это уже разговлялись Уже начиная с Рождества Уже можно было употреблять пищу Мясные блюда Молочные блюда И поэтому уже к этому времени С Рождества уже проходила неделя Праздник набирал обороты Все мощнее и мощнее праздновался И поэтому, естественно, праздновали Щедрый вечер Щедровки По нашему, по новому стилю Это 13-е То есть Старый Новый год 13-е января 13-е, 14-е А вот Дед Мороз Он уже был в традициях русской культуры? Или он позже появился? Ну вообще-то, конечно же Святой Николаев Да, уже завезённый Уже вот этот вот образ С вот этими всеми модернизациями Которые происходили при Петре Первом Но у нас Мороз-то тоже существовал И вот, кстати, в период святок С Морозом были даже целые обряды Приносили, выходили на улицу На какое-то открытое место И разговаривали с Морозом Говорили, батюшка Мороз Не губи наш овёс Вот тебе кисель Вот тебе пироги Приходи сейчас Летом не приходи А вот смотрите, сейчас-то вот как раз актуально Пусть вот сейчас пришёл Да, на самом деле Перестали, видимо, петь вот такие вот песенки И вот, к сожалению, погода испортилась Ещё растаял А Снегурочка была? Ну, Снегурочка, конечно же Тоже такой персонаж, в общем-то Появился последний, скажем так Римский Корсаков Ведь он его откуда-то взял, наверняка Вот сказка Снегурочка Нет, только он имел другое Это 19 век сказка Снегурочка Да И вы имеете в виду народная сказка Да, но там же, смотрите, какие древние образы Это именно персонифицированные силы природы В общем-то и Мороз, и Снегурочка А вот эти праздники, между прочим Которые были Именно в таком варианте, который мы существуем Между прочим, были созданы в 20-х 30-х годах И ещё позднее Которые мы сейчас, естественно Вот какой у нас сейчас Дед Мороз и Снегурочка Дело в том, что этой темой занималась, изучала И в архивах обнаружила такую информацию Что когда началась вот эта общественная модернизация В 20-х, 30-х годах То нужно было вот эти вот образы Связанные с церковными вот этими представлениями Рождество Их, значит, нужно было нивелировать Но народ же не мог отказаться от этого Это же, ну извините, это такой праздник И все вот эти вот образы перенести на Новый год Немножко изменив акценты Сделав их сказочными персонажами Да, вот это вот с ёлочкой Причём вот эти вот сценарии праздников Просто тиражировались, отправлялись в регионы И таким образом Внедрялись просто вот сверху В сознание людей Вот и у нас этот праздник до сих пор остался Именно таким вот, каким его сделали Арина, а вот Рождество и Новый год Вот какой праздник был более любимым И почитаемый на Руси всегда? Конечно же, Рождество Всё-таки Рождество было, да? Конечно же, Рождество И если древних, корни ещё дохристианских Даже на рождении Нового солнышка Вот сейчас вот праздную Причём сейчас очень много людей стали Именно обращаться к славянской теме У нас даже в музее приходит очень много людей Вот на Солнцевороте у меня приходят, представляете Сидят люди, все хотят изучать русскую культуру Народный календарь Тут сидят актив, допустим, церкви Здесь, с этой стороны, сидят ребята Которые неоязычеством занимаются И у них у всех свои представления Но тем не менее Мы их объединяем таким образом Что мы не ведём каких-то там Религиозных споров и прочее Мы занимаемся нашим культурным наследием А в нашей культуре было и это, и это Альбина, а Рождество Как праздновали у нас на Руси всегда? Мы праздновали очень широко То, что этого праздника ждали Это один из самых ярких праздников народного календаря Возможно, чуть, может быть, менее мощно празднуемый, чем Масленица, например Масленица там вообще Потому что там праздник выходил на улицу Поэтому вот это вот Ну и провожали зиму, да? Естественно, да А Рождество, оно, представьте, 12 дней праздник То есть это уже говорит о том Чем больше дней празднуется, тем больше праздник В православном календаре Поэтому праздновали его широко Готовились, особенно вот пост, да? В пост, естественно, накапливали и продукты, и готовились Когда в пост хочется, вот уже в конце поста уже люди устают И хочется в полную силу разгуляться Поэтому, естественно, праздник очень большой В нем нашли отражение несколько этапов Несколько вариантов празднования, который варьировался в разных территориях Но вот праздники, вот эти части праздников эти соблюдались В том числе и у нас на Алтае А вот елка, она тоже всегда была, ну скажем так, предъявлена Нового года, да? То есть празднование Нового года Или она позже появилась? Или всегда вот Новый год, Рождество Она же тоже елочка? Елочка – это тоже вот более позднее привнесение Потому что вообще елка, конечно же, дерево непростое Елка, между прочим, использовалась и в свадебной обрядности Как олицетворение вот девичьи, девичества Поэтому здесь немножко акценты тоже перенесены И вот это вот привнесение, елки, все прочее Ну и святочные, да? Святочные гуляния, гадания В какой период этот праздник тоже отмечался? Да, праздник можно вот так вот разделить на две части Вообще 12 дней – это 12 месяцев года Ну то есть как бы вот то, что проживалось в течение всего года И делилось на две части Вот как мы помним, православный праздник, да? Он связан с историей рождения Иисуса Христа И Христос народился Здесь, естественно, большая роль церковных обрядов, празднования И постепенно праздник переходил вот уже вот в плоскость Вот этих древних представлений, верований И вот святые вечера посвящено истории рождения Христа Святые вечера, а потом вот это вот страшные вечера Когда начинались... А страшные – это страшные? Страшные, страшные Потому что страшные – это что? Потому что связано было вот с магией С гаданием, да Приходом как бы в гости персонажей из потустороннего, там, навьего мира Который считал, что вот в это время открываются ворота И вся вот эта вот братва из того мира приходит А там и предки, а там еще и всевозможные существа Всевозможные мифологические образы Они все вот здесь вот всплывали Почему вот ряжение связано вот с такими вот образами, персонажами, да Вот, например, тыкву Вот сейчас вот этот... Хэлло А у нас-то Тоже была тыква, да Тыкву ставили, ребята, значит, шли, например, на вечерку А на дороге вот эта вот стоит с горящим грязем Да, я помню, я не рассказывал Да Или, например, страшно было, когда постучаться в окошко Окошко открываешь, там вот эта тыква с горящими грязями Внутри свечки, естественно Да, свечку ставили Да, и она освещалась внутри, да Да, внутри ставили свечку и вот таким образом пугали Образы покойников Умер покойник в среду, во вторник Пришли хоронить, а он на лавочке лежит Ну вот и мальчишка у какого-нибудь парня Значит, умер покойник в среду, во вторник Пришли хоронить, а он глазами шевелит Потом, значит, а он руками шевелит, а он ногами шевелит А он на нас-то глядит, и нужно было скорее-скорее-скорее схватить кого-нибудь Вот эти вот игрища все, это же, естественно, связано с древним С какого, по какое число святочные, страшные вечера? То есть давайте напомним Ну вот с Рождества до... С 7-го, да, сейчас, января, да? До Старого Нового Года До 13-го, да, января, да? Ну да Это вот как раз святочные дни Святочные такие дни Ну, конечно же, это все условно Вот Но то, что вот этот вот Раскрещенский вечерок девушки гадали Это уже, конечно, уже именно вот к тому Как раз последние-последние вот эти вот дни святок Уже уходили вот именно вот в такие вот древние языческие преды Альбина, ну чудесно Спасибо вам большое за такую содержательную беседу Расписание праздников все мы можем найти на сайте Художественного музея Алтайского края Потому что я знаю, что у вас огромная программа Не будем раскрывать ее всю Заинтригуем наших телезрителей Удачи, с Новым Годом, до новых встреч Спасибо большое Всех поздравляю с Новым Годом Приглашаю в Государственный художественный музей Алтайского края Спасибо Я напоминаю, что на вас в гостях была старший научный сотрудник Сектора традиционной русской культуры Художественного музея Алтайского края Альбина Богачанова Спасибо за внимание, до встречи